Друзья мои, помимо того, что послезавтра мы встречаемся на концерте народного продюсера в клубе People в 7 вечера Если еще не успели купить билет, портер.ру Телефон 258-400 Есть другие важные дела Значит, друзья мои, 8 марта, так называется наша рубрика Этой осенью она стартовала успешно И поскольку мы являемся шоу шовинистическим Несмотря на наличие женщины в команде Глупый У нас так и есть хам, дура и таджик А это инвалид Соответственно, мы женщинам воздаем им по заслугам Но те исторические личности, которые вошли уже нетленкой в историю Их мы хотим изучать И мы не ограничены только территорией Египта Да, и сегодня у нас в гостях Серафима Чеботарь Серафим, доброе утро Доброе утро Журналист, писатель Чтобы вы представляли, друзья мои Серафима много Ну, поработала именно с биографиями женщин Да, и не одна книга вышла Кстати, с авторствой, с Виталием Вульфом в том числе Да И сегодня мы с помощью Вернее, с помощью А Серафима Сама вот без помощи А мы как бы как первые слушатели Да И может быть, имеем возможность задавать наводящие вопросы Сегодня рассмотрим биографию Элеоноры Рузвельт Для многих В том числе вот для таджика Новость вообще, что Теодор Рузвельт работал не один Ну, вообще-то это был не Теодор Рузвельт, а Франклин Делано Рузвельт Вот, мы даже этого не знали Даже этого не знали Элеонора была племянницей Теодора и женой Франклина Делано Вот, слава богу, я промолчала И самое главное И самое главное Что для нас женщина в истории Она ограничена ролью такой женщины Как Раиса Горбачева Никита Сергеевича Хрущева Нет, Раиса Горбачева Нет, но мы все-таки не путать Это две разных роли Потому что Нина Хрущева сидела Как бы так на кухне буквально И готовила борщи мужу И не высовывалась никуда А Раиса Максимовна все-таки ездила очень много И по стране, и по миру И представляла товар лицом И организовывала фонд И вела самостоятельную деятельность вне мужа Это две разные роли Очень интересно, Серафима А у прежнего мужа жена была? Конечно Не надо, не путайте нас Там была такая жена, что ого-го А Галина это дочка? Жену звали Виктория Интересно разобраться будет Когда-нибудь, конечно О роли в истории нашей страны Раиса Максимовна Но это дела будущие Пока что Илеонора Рузвельт Серафимов, поскольку мы в этом деле Непросвещенные Вы нас тогда с самого начала просветите С самого начала Это с какого? Это 17 века, когда первые Рузвельта Вступили на землю будущих Кстати говоря, очень интересно Они угнетали индейцев? Нет, они не занимались угнетением индейцев Они взращивали свои сады Нет, это северная территория Никаких рабов не было Они, в общем, голландские протестанты Рабовладением они не занимались Никоим образом И, в общем, из этих Рузвельтов В 18 веке Они разделились на два лагеря На две ветви Рузвельты из Ойстербей И Рузвельты из Гайдпарка Вот Теодор Рузвельт принадлежал К тем Рузвельтам, которые из Ойстербей А Франкенгалану был Рузвельтом из Гайдпарка И Элеонора Рузвельт была племянницей Теодора Очень запутанные, да, родственные отношения Я понимаю Она была дочерью его Старшей дочерью его младшего брата Господи! А такое можно? Да, Санта-Барбара Почему нет? Ну почему? Это же племянница Племянница А, племянница Племянница, да Просто племянница И в один прекрасный момент считается Что в 1902 году Они встретились случайно Со своим шестиюродным братом Франклином Долано в поезде Познакомились У них начался такой Сначала тайный роман Который потом привел к помолвке Ну и со временем к свадьбе Они во время встречи знали, что они родственники? Конечно Это их не смутило? Нет, Рузвельты очень дружище Они в одноклассниках познакомились Они всегда встречались кланами И поэтому они всех друга знали с детства Они были богаты Они были очень богатые По некоторым данным, например, мать Франклина Долано, Сара Долано Когда выходила замуж, принесла в приданную своему мужу миллион долларов По меркам 19 века это были херические деньги Это бы фантастика была просто Но Рот Рузвельтов был очень богат Они вообще могли не работать И то, что они занимались политикой, это было исключительно для... А что им приносило доход? Что им приносило доход? Ну, род Долано, например, разбогател на торговле опиумом Тогда это еще было можно Это не было ничего Китайцев умерщвляли? Нет, ну, умерщвляли Ну, так, давали удовольствие Эксплотировали Эксплотировали Нет, они вывозили опиум оттуда в Европу и в Америку Кого-то они эксплуатировали Ну, а как же иначе-то? Остальные занимались строительством Они занимались подрядами, сельским хозяйством У них были юридические фирмы и прочее, прочее, прочее Там очень многочисленная была деятельность Главное, что они все вот работали на богатство рода И сколотили очень большое состояние по тем меркам Несмотря на то, что в семьях было очень много детей Тем не менее, там наследство каждому доставалось вполне приличное Так, а Франклин? Что за мальчик был до встречи? Франклин был очень избалованный мальчик Он был поздним сыном От второго брака своего отца Мать его обожала Мать Сара Долано Происходила из самого знатного по американским меркам рода У нее в роду было семь пассажиров Мейфлауэра Круче этого были только короли в Европе Это совершенно реально Они выходцы были откуда? Из как раз Голландии? Долано были, французские считаются гувеноты Ну, там постепенно же они женились и на англичанах И на голландцах, на каком угодно Были очень знатые Поэтому она в семью держала примерно так И единственный сын, конечно, у нее там был золотой мальчик Она баловала его просто с ног до головы Но тем не менее, как говорил один из родственников Она отказывала ему даже в праве собственную душу считать своей Она его контролировала полностью Гиперопека на современном И когда он ей заявил, дорогая мама, я женюсь Она сказала, какого черта? Ты еще слишком молод, чтобы жениться И вообще, кто это такая? Я ее тут не одобряла А сколько же ему было? Ну, было 20 лет, когда они познакомились И были помолвены, ей было 18 И она полтора года не давала объявить о помолвке Увозила его в Кройс по Карибам В надежде, что он там забудет о своей юношеской влюбленности Это мать, да? Да, Хара Долано Мать Франклина И всячески пыталась выбить светлый образ Элеонора из его памяти Но ничего не получилось И они объявили о помолвке И дату свадьбы выбрали так, чтобы невесту мог вести к алтарю Теодор Рузвельт, президент Когда он будет в Нью-Йорк, тогда и будет свадьба Поэтому свадьба была у них в день Святого Патрика 17 марта 1905 года День рождения Сергея Да Сереж, здоровьите Счастье Жену тебе постоянно И денег, как у Рузвельтов Серафима Чеботарь у нас сегодня в гостях Журналист и писатель Об Элеоноре Рузвельт мы сегодня говорим Что она была хороша с собой? Нет Как нет? А в чем были проблемы? Она была у нас, сейчас разбираюсь Посмотрите на фотографии Она была очень некрасива И более того, ее мать была признанная красавица Поэтому девочка всегда страдала от сравнения с матерью А что же его мама согрешила с папой-то страшным? Ну, папа, кстати, тоже был очень ничего Извините за идиотский вопрос Папа тоже был вполне симпатичный Почему-то вот природа как-то отдохнула на Элеоноре Да, что-то, конечно Даже крупская по сравнению с ней И матушка ей всегда говорила Ну, извини, дочка, вот лицом ты не вышла, бери манерами Правильно Вот мне отец так себя говорил Скрупское одно лицо Но из-за этого она только вот набралась комплексов Тихо-тихо, товарищи Нет, в молодости вы же понимаете Там же ретушь, как сейчас фотошоп Да Лицо очень хорошо на фотографиях подделывали Ну, хорошо, может быть, фигурой удалось? Знаете, учитывая корсеты и прочая фигура там Все там удавались Но манеры действительно у нее были очень хорошие Потому что она получила образование Окончательное в Англии, в английском пансионе То есть Была такая аристократически воспитанная девушка И когда она появилась в Нью-Йорке Вот после окончания образования То все отмечали, что манера у нее, конечно, очень изысканная Что она вся такая вот замечательная Она прекрасно себя ведет Только при этом она все равно очень застенчивая И она боялась противоположного пола Потому что ей как в детстве внушали, что она некрасивая Да, это плохо Так вот эта снина всю жизнь и осталась Но может хотя бы голос приятный? Знаете, бывает иногда голос приятный Как у Оксаны Федоровой Знаете, остались от нее записи Голос, правда, уже позднего времени Знаете, там, конечно, это своеобразно Потому что акцент высших классов американский Он очень своеобразно на слух воспринимается Это такая очень высокая, очень манерная речь Сегодняшнему уху она звучит дико просто А разве кто-то сейчас остался, кто говорит на таком акценте? Не знаю, я ни разу не слышала Но вот Джеклин Кеннеди, наверное, она так говорила А, надо послушать Мы про нее тоже говорим То есть отталкивающе говорила? Ну почему? Для ее класса это было очень привлекательно И, собственно, как говорят, что Франклин дала на урозу Витамин как раз в нее влюбился за манер и умение себя держать А он сам был приличным? Он сам, да Он очень считался красивым молодым человеком Который тоже там, ну, образование, деньги, семья Да, то есть там золотой мальчик был такой Принц на белом хане И еще конюшня целая белая И вот они на Карибах, да, соответственно, там погуляли С мамой С мамой на Карибах гулял Да Потом он вернулся Потом все-таки они объявили обмолвки Не прошло Да, не прошло Не получилось, не смогла Ну а мать-то как сдалась-то? А мать не сдалась Они поженились Она их тут же поселила в доме, который примыкал к ее дому Ну и все Да, она полностью контролировала все их хозяйство Она нанимала им прислугу Она выбирала им занавески Она воспитывала детей Ад Сыну она заявила как-то их, что Я вам больше мама, чем ваша собственная мама И был большой праздник для Элеоноры Когда в 1910 году Франк Миндаланова баллотировался в легистратору штата Нью-Йорк И они в итоге, значит, уехали в Олбани из Нью-Йорка Для нее это было просто счастье Потому что наконец-то она смогла зажить собственной жизнью Без оглядки на Сару Которая баллотует Тут еще кошмар, судя по всему Да, вот как у всех простых людей у нас И у тебя так же? Вот если когда свекровь... Не, у меня свекровь золотая Это же свекровь называется? Дай бог здоровья, сейчас за ребенка пойдет Сейчас за моим садик А с мамой каким образом у нее отношения складывались? Ну, собственно Ее мать умерла, когда ей было 8 лет Потом ее воспитывала бабушка Папа умер, когда было 10 Но она его не видела задолго до этого Они разошлись, родители, когда им было лет 6 И он провел последние годы в санатории для алкоголиков А скажите, вот как в фильме Нью-Йорк слезам не верит? То есть она воспитала этого будущего президента? Или он все-таки подавал такие надежды? Нет, он подавал надежды Розульде традиционно Они занимались политикой и юриспруденцией Ему это очень нравилось Когда он учился в Гарварде Теодора избрали президентом Он решил, что с этих пор Теодор, его кумир Составил себе план, которым он тоже станет президентом Причем этот план в точности повторял карьеру Теодора Тем более, что президентом он был 3 или 4 срока же Франклинг Ланор, но это было уже позже И он этому плану очень строго следовал Единственное, что в 21-м году Он как-то купался, да, жарким днем в озере И когда он оттуда вынырнул, у него началась болезнь Которую тогда диагностировали как полиомиелид У него начали отниматься ноги И они отнялись у него Отнялись, да То есть он там со временем как-то добился того Что он мог передвигаться с помощью помощников Специальных шин и прочее Но тем не менее, полностью, конечно, там ничего не пришло в норму В итоге это болезнь была И он был готов уже отказаться от политики От всего-то всего И Сара говорила, что ему надо теперь заниматься Своим сельским хозяйством А Леонора сказала, что если ее муж уйдет из политики Он сойдет с ума И буквально она настояла на том, что он лечился Чтобы он занимался политикой Чтобы он не уходил с этого поприща И, собственно, она его в итоге толкала И тащила, и давила Чтобы он вот лез вперед и делал карьеру Она стала его руками, глазами, ногами, ушами и языком Она за него ездила Она встречалась с избирателями Она занималась, собственно, вот всем тем, чем должен был заниматься кандидат Но поскольку он сам не мог И она это делала в вдвоенном размере за себя и за него Собственно, благодаря ей во многом он и стал И сначала губернатором штата Нью-Йорк А потом и президентом Серег, ты себя хорошо, честно, заслужил? Да, я, кстати, посмотрел на фотографии ее сейчас И что? В юности, ну, обычная девушка сегодня сказала бы Хороша Ну, сегодня просто ей бы прикусы справили, так Не, ну, нормально совершенно, не, что-то густые волосы Все нормально Что вы такие придирчивые-то? Вы хотите что, чучулину, что ли, видеть на посту жены президента? Вот, да, Серафим И как складывалась их личная жизнь вот в тот период? Вот, вот, когда он заболел, да, вот, после этого? Нет, надо... У них было шестеро детей, один из которых он оправдал в младенчестве Надо сказать, что это все было до того, как он заболел Потому что там был такой важный момент в восемнадцатом году Когда он ездил с инспекцией Он был замминистра военно-морского флота И ездил с инспекцией в Великобританию Когда вернулся с двусторонним воспалением легких Элеонора, как истинная жена, разбирала ему чемодан И нашла там связку любовных писем Не от нее, а от ее секретарши Люси Мерсер Устроила ему, естественно, скандал с требованием развода Но и Сара, и его помощники по политической части Настояли на том, что развод недопустим для политика А она... Сара еще пригрозила, что на его наследство лишит Ну вот, как бы считается, что с этих пор они супружеской жизни уже не жили А вот только были как партнеры, соратники, друзья, там кто угодно Только не муж и жена А он как-то вспоминал это в своих мемуарах потом? Или в каких-то записах? Он до мемуаров не дожил Не дожил, да? А она? Она дожила, но она как-то все это очень так обходила стороной То есть она не расшифровала для киношников эту историю? Нет, там хватало, хватило потом, точнее, людей Потому что для широкой публики все эти истории остались неизвестными Годов до 60-х Это вот секретарша, она была красивой просто? Да То есть именно внешность сыграла роль? Да, и там и внешность, и ум, и то, что они постояли Пока Элеонора ездила там везде Они общались как-то очень много Кошмар Как у всех обыкновенных русских женщин Да, и вот партнерские отношения, да, у них начались В принципе Это с начала 20-х годов получается, да? 21-го, нет, в 18-м году было известно, что у них роман И где-то года два, считается, он уже длился к этому времени Вот с 21-го года, соответственно, там уже никаких ничего не было Потом он года два лечился По некоторым данным, болезнь не затронула его репродуктивные функции А только ноги Поэтому он... Но спали они уже в разных спальнях Потом даже в разных домах А в 23-м году у него появилась новая секретарша Мисси Лехант Которая бы тоже как бы там считается, что у них был роман Но Ириануре было уже все равно У нее самой как развивалась тогда, ну, глупо говорить, про брак, но тем не менее, тогда уж личная жизнь Или она полностью... И как они договорились с мужем Не, ну, как договорились, это вы каждый сам договариваются Это тебе служба договаривается А, нет, действительно, как ее личная жизнь развивалась вот с этого времени? Масса, масса всяких слухов и рассказов Потому что она-то, в общем, умная женщина Она никогда не говорила, что вот, а теперь у меня был роман вот с тем-то А теперь у меня будет роман вот с этим Фитнесом, тренером по фитнесу У нее были отношения с ее охранником Уже в то время, когда муж был президентом Насколько далеко они зашли, никто не знает Сам он говорил, что я не могу спать человеком, которого называю Миссис Розвельт Сразу так отметая А вот они и не спали Они, может, и не спали, да Да Это как бы никому неизвестно Вроде бы у нее там были какие-то отношения с администратором С человеком из администрации ее мужа Опять-таки в первый его президентский срок Ну и вплоть до того, что ей приписывают некоторые отношения с журналисткой По имени Лорен Хикок Или Хикс, как она ее называла Хотя, в общем, они были таким близкими подругами Это всем было известно Хикс жила Ей выделили спальню в Белом доме по соседству с Леонурой Они писали друг другу очень нежные письма Там несколько тысяч, по-моему, этих писем сохранилось Но, как бы, тут уж можете считать, можете не считать Там, что между ними было Ну, сегодня в день рождения Марины Цветаевой Можно и об этом, конечно, поговорить Да Царство и небесное Но Марина-то никогда не скрывала Если ее обревало с Расси Было все равно, к кому и когда и в какой момент По какому поводу А Леонора все-таки была жена политика И сама политика Такие вещи не ашфишировались Ни в коем случае Даже если бы там что-то и было А вот вы сказали, сама политика А в чем заключались ее активности политические? Чем она занималась? Она занималась очень много чем До выборов президентских, в которых ее муж победил До выборов президента она была, пардон, женой губернатора Штата Нью-Йорк Да, штата Нью-Йорк И она занималась, соответственно, курировала женские вопросы Она занималась тюрьмами, приютами, больницами Она феминисткой была? Нет, феминизма тогда еще как такового не было Такого понятия Она занималась тем, что традиционно Входила в обязанности первой леди Штата, города, страны все равно Но тем не менее Вот эти вот Социальные Общественные презрения Социальные службы Она этим занималась традиционно Правда, в отличие от, скажем так Обычных первых леди Она этим занималась очень лично Она очень много ездила Она с ними разговаривала Не просто так вот Пришла такая дама с белым платочком Посмотрела, ужаснулась, ушла Она веником лично махала Да, и вникала во все детали А когда уже муж стал президентом Тут уж она развернулась полностью Она очень много ездила по стране Ну, поскольку муж был решен этой возможности Она выступала по всем вопросам Которым было интересно Более того, она стала первой Житой президентом в истории США Которая давала собственные пресс-конференции Она это делала практически каждую неделю Более того Она допускала на эти пресс-конференции Исключительно женщин и журналисток Что как бы поощряло редакции Принимать на работу женщин И вообще очень занималась тем Что женщин надо принимать на работу Да, это интересно Друзья мои, сегодня об Элеоноре Рузвельт Говорим в рубрике 8 марта Сегодня у нас в гостях Серафима Чебартарь Журналист, писатель, постновостей продолжит Дорогие друзья Есть в истории просто женщины Которых нет в истории А есть такие, что о них можно говорить В нашей рубрике 8 марта И сегодня об Элеоноре Рузвельт Мы говорим Оказывается, не жена Теодора Это уже первая сенсация сегодня Для Рустама Ивановича Вторая сенсация Это то, что с мужем, со своим Товарищем Рузвельта, Элеонора Вторую половину жизни Можно сказать, как жена Не сотрудничала Не сотрудничала Сотрудничала, сотрудничала Но не спала Но не как жена Не надо вот Спала А что? Ну не надо этого Значит, Серафима Чебатарь У нас сегодня в гостях Серафим, доброе утро Доброе утро Журналист, писатель Да, и автор многих биографий Женщин различных Да, вот мы остановились на том Что Элеонора была первой женщиной Которая собирала пресс-конференции Исключительно для женщин-журналисток А вообще в Америке, Серафим Как-то регламентируется Кодекс поведения жены президента Вот у нее есть официальные какие-то обязанности Либо это добровольное такое Нет такого документа Где был бы список обязанностей Прав и свобод первой леди У них это все определяется традициями Во многом Поэтому у первой леди Которая осмеливается нарушать традиции У нее есть как бы люфт Туда-сюда, где она может Как-то набрать себе свободу Традиционно, конечно, считалось На тот момент особенно Что первая леди Должна заботиться о доме Должна заботиться о муже Должна превратить белый дом В такой салон Где бы ее муж мог принимать Там посетителей Главных других государств И так далее Такие представительские семейные функции Не больше, не меньше И практически все предшественницы Элеоноры на этой должности В какой-то степени Они именно так себя и вели Они никогда не выступали На публике практически Они всегда были за спиной мужа Они никогда не проводили Собственные какие-то линии Поведения А что вот в ее характере Побудило ее быть такой активной И публичной В хорошем смысле Женщиной Видимо сыграло то Что сначала ее как-то Очень долго держали под спудом Сначала мать Потом бабушка Потом свекровь Под бременем некрасивости, да? Ну там по-всякому Было Они там считали себя умнее Старше образований Лучше знали Как все надо делать А все-таки Интеллектуальный багаж У нее был собственный Большой И мозги там были Не маленькие И когда она почувствовала Возможность быть собой Она сказала Что вот в тот день Когда нашла письма Она почувствовала себя Отдельно от мужа Самостоятельной единицей И с отдельным человеком Который может идти по своему пути Она по этому пути пошла То есть это значит хорошо Что она нашла эти письма Любовницы Ну как знать Может быть она была бы счастливее Если бы она Как у нее складывались Серафим Отношения с детьми Шестеро детей Ну понятно Не все, да? Но пятеро детей Вот как мать она Что за человек была? Говорят очень хорошая была мать Она всегда О них заботилась Она всегда была рядом с ним Если там была нужна их помощь Они конечно там уже выросли К тому времени Как отец их стал президентом Жили в разных концах страны Но надо сказать Что ни у одного из них Собственно Семейная жизнь Сразу не сложилась Они все Были в браке По два То и по три раза Один сын пять раз Постоянно менял супруг Отстрелялся Ну хотя бы женился Но у них сейчас Ныне существует Да? Клан Рузвельтов Они Не такой трагичный Как у Кеннеди Нет Их там очень много До сих пор Но их изначально было Очень много Рузвельтов Остыл еще больше Да Они не собираются Вымирать Они не собираются Сходить в политическую арену И там все еще Более-менее активно действуют Хотя конечно Никто уже таких высот Не достиг Были ли у Элеоноры Был демократом И то что она проделала Определенный путь В своем политическом развитии Она этим очень гордилась И она написала статью Почему я стала демократом Она перекрасилась? Нет В блондинку? Она передумала Change your mind И Меня сбили с мысли Не-не-не Вот она была Она была Он был демократом Она республиканкой Да Потом в итоге Они слились В общей идее Да И она всячески Его поддерживала Хотя и имела свое мнение Более того Они как-то умудрялись играть В какой-то момент На своих различиях Например Она всегда считала Что Угнетение негров в Америке Это плохо А он? Нет Всегда было за равенство Он не мог этого сказать напрямую Потому что таким образом Он тут же бы лишился Огромной доли электората Все Практически все белое население Южных штатов Оно Было за сегрегацию За разделение А Элеонора Совершенно спокойна Поскольку она не президент Ей можно Она ездила по Южным штатам Общалась С негритянским населением Извините С афроамериканцами Она принимала на работу В Белый дом Афроамериканцев Она даже вышла В свое время Из организации Дочери Американской революции Когда они отказались Предоставить свой зал Для выступления Негритянской оперной певицы Устроил из этого Большой политический скандал И таким образом Она лично В одном собственном лице Привлекла К мужу Голоса огромного количества Негритянского населения Которые традиционно Были всегда республиканцами То есть белые за него голосовали Потому что Он этого не говорил А черные просто говорили А черные голосовали Потому что она это делала Какой двухглавый змей А когда начались военные годы Вторая мировая война Да Как и она себя И как женщина Америки На нее смотрели Викенд Дуэт Помните Викенд Дуэт И она Такие диты Теперь просто Викенд Да У нее даже У первой Из первых Леди США Была официальная должность Она была вице-президентом Комитета по защите По-моему Беженцев И гражданской обороны Я не помню сейчас точно название Которую они Делили Главенство в комитете Вместе с мэром Нью-Йорка Кстати в итоге Разругались Из-за него же Потому что он все хотел Давать пресс-конференции И играть лицом Как он заботится Она все Его агитировала За конкретные дела Чтобы пойти в бомбежище Разобраться Все ли работает И какие пособия Кому надо давать И так далее В итоге они разругались Через год примерно Комитет был закрыт Но тем не менее Она работала Она очень много ездила Вот как только она вышла Из комитета Поимела возможность Передвигаться Очень много ездила По военным базам У нее было турне По Тихому океану У нее было турне По Австралии По Великобритании Где она стала Первой Из первых леди Которая дала Собственную пресс-конференцию Зарубежному радио Говорят И в чем она это ездила Очень хаотично Непредсказуемо Никогда не предупреждая Куда же она собственно приедет И даже был такой анекдот Что начальник там Какой-то из баз Запрещал своим солдатам Купаться ногишом Под дождем Потому что вдруг Приедет Элеонура Рузвельт А вот он голый Неприлично Говорят Очень много сделала Для солдат На военных базах Она мало того Что на этом письма Передавала привет И так далее Она действительно Заботилась о том Как они там живут Непосредственно По-женски Чтобы у них было снабжение Чтобы у них было жилье хорошее Чтобы там О них заботились Не слишком напрягали Будучи по сути Первым лицом государства Уровень ее популярности Был выше Чем у мужа Да С 39-го года Она несколько лет Лидировала в рейтингах Причем достаточно сильно Там на Не на 1% на 2 А на 10-15-20 Ее считали Самой популярной Самой обсуждаемой Самой критикуемой Ну и самой любимой Женщиной А то и политиком Без различия пола В стране А каким образом Складывались у нее Тогда Как уже у публичного Политика Не только как у жены Президента Отношения с окружением Президентским Или с людьми Которые реально Принимали решения У всех же 40-х 50-х Администрация Администрация Тем же Гувером Допустим Гувер ее называл Старой коровой Гувер сам был Паренек-то такой Гувер всех ее вообще Нел в виду Он всех так называл Никого не считал Серьезными людьми А что касается Администрации Ее мужа Она была членом Этой администрации Как он Сталина называл Русатым Думаю нецензурно Она Принимала какое-то Участие Вот в Ну грубо говоря В распиле Европы Послевоенной Лично нет На все эти конференции Он ездил без нее Она в это время Курировала США Но говорят Что она была За то Чтобы Прибалтика Отделилась После войны Получила независимость И когда муж ее Этот вопрос Не стал отстаивать Вернулся Она ему сказала Ну что ж ты А Прибалтика Ну не посмотрел Говорит Слушай Ну сколько американских солдат Готовы биться За свободу какой-то Литвы Вот именно Я же никто не знаю Да до сих пор Нисколько не готовы Сейчас Творот пропадет Сваря Производителям Свали Сыра Да Серафим А что касается Холодной войны Вот уже ухудшение Действительно отношений Между победителями Верхдержавами Что она об этом думала Или все-таки Ее интересы были Внутри штатов Нет Ее интересы Совершенно штатами Не ограничивались Просто Ее муж до холодной войны Не дожил Он умер в апреле 45 Он до победы даже не дожил И после его смерти Она на некоторое время Пыталась уйти в тень Но понятно было Что лицо такого масштаба Его просто нельзя никуда спрятать Она занимала должность в ООН Очень долго Она была делегатом ООН Она занимала пост Председателя комиссии По правам человека Она была одним из тех Кто писал Вот эту вот Декларацию Всемирного прав человека Она занималась Вот именно этими вопросами Уже на международном уровне Была членом Многоства комиссий По этим По военнопленным По беженцам И так далее И так далее И пока вот власть не спенилась Когда там демократы Не проиграли республиканцам Она была вот таким лицом Потом опять вернулась Уже при Кеннеди И при Кеннеди кем она была? Тоже в ООН она была В ООН Плюс комиссия по правам человека И комиссия по женскому вопросу Она возглавляла В администрации президента Я напомню Что, друзья, мы говорим Об Элеоноре Рузвельт Она сама не пыталась Выйти из тени Президента И своего мужа Понятное дело Что априори Она уже была публичным политиком И выйти из тени покойного Нет Баллотироваться на должность президента Вы знаете, в то время Это было просто немыслимо И хотя Кто-то там говорил Что в сороковом году Когда закончился второй срок У Рузвельта Элеонора могла бы выиграть выборы Но это говорят сейчас С точки зрения современных реалий Как Эндироганди Да Женщина Баллотировавшаяся в президенты Это просто было немыслимо Это вот как тогда Сказать, что Американец станет президентом Да Вас бы там побили бы ногами На первой же площади Белые Да все Да черные тоже бы забили Ну мы 8 марта Почему еще Когда-то учредили То, что женщина в истории И что они действительно Значили для своего времени И для будущего Вот Наталья Николаевна до сих пор ругает Что она недостойна была Пушкина Хотя Вы знаете, для ней был женат Пушкина Не те, кто ее ругают И Пушкина она устраивала В качестве жены Вот и я говорю За Наталью Николаевну Если вы видите Вот пойду в бой И буду всех рвать на мелкие кусочки Правильно А вот она Все-таки Самые главные вехи Которые Ей в заслугу Можно Элеоноре Рузвельт поставить Ну кроме того Что собирать стала Первой пресс-конференцией Мужа простила Во-первых Она всячески боролась За права женщин Правда И то, что женщины Еще до войны Получили массу возможностей В США Это во многом Ее заслуга Вот до того Как она развернула Свою деятельность Кому легче жилось Чернокожим Или женщинам Во-первых Женщины тоже бывают Чернокожие Не поверьте Это совсем Трудная ситуация Квадрате Женщины разных классов Жили очень по-разному Но всегда Была главная проблема В чем Что женщины Не получали Например равную оплату За равный труд Это было документально Обосновано Что действительно Вот просто Именно ставки были разные Та же работа Но разные деньги Потому что у нас в стране Очень часто говорят У нас женщины мало зарабатывают Но официальных ведомостей Где было бы написано Этому в полтора раза больше Потому что он мужик Я ни разу не видел Движение суфражисток И феминисток Первых вот ранних Это документальная основа Да Они бились за два вопроса За равную оплату За равный труд И за избирательное право Для женщин Это более два Принципиальных вопроса Да И хотя избирательное право Женщины в США получили еще до Леонора Розуэльт Да Но тем не менее Что с этим избирательным правом делать Они еще не особо не знали Потому что женщина Не была самостоятельной единицей Женщина была предатка мужа Да Она была вот где-то за ним И никогда самостоятельно В общем-то Активную роль не играла Стала ли женщина счастливой От того, что она перестала быть Предатком мужа? Да Это корневой вопрос Дорогие друзья Сегодняшние Стала Стала Друзья мои С Серафимой Чеботарь Мы сегодня говорим Маргарита Михайловна тоже говорит Минуточку Серафима Чеботарь Журналист Писатель Об Леоноре Рузвельт Мы говорим Для того, чтобы понимать Роль этой женщины в истории Надо понимать Общий расклад сил Тогда было райское время Райское Женщины сидели тихо Не высовывались Места в общественном транспорте Никто им не был обязан Уступать Как и чернокожим Потому что и мест не было И транспорт Места для инвалидов И женщин Транспорт уже был Очень важный вопрос Очень важный вопрос А что же с Лореной Вот этой ее журналисткой Гикок Гикок Хикок А что такое? Продолжились ли отношения После смерти мужа? Вышли ли на новый виток? А тут есть очень Так сказать Непонятности Потому что По некоторым данным Они прекратили свои отношения Через год После того Как Элеонора Оказалась в Белом доме По другим данным Они продолжали Переписываться И потом пытались Как-то еще встречаться Но из этого Ничего не вышло Я вам точно Сказать не могу Я свечку не держала Это засекреченные материалы? Ну почему Засекреченные? Просто никто Никогда Не считал Нужным выйти И заявить А мы с ней жили Или мы с ней не жили Слава тебе Господи Русаман Все-таки право На вечную жизнь У нее тоже было Хочет посвятить Свою дипломную работу Будущую Вопросом того Насколько феминизм И вот эти вот Греховные извращения Связаны друг с другом Это кандидатский минимум Вот Серафим Все-таки Значит понятно Она боролась за женщин Да За права военных Ну наверное За права егов За права Молодежи За права Но только вот За права людей Она не боролась За права обычных людей Так называемых За права обычных людей Как бы боролись Все остальные Она себе взяла Всех тех Кого официальная Вот администрация Никогда Не обласкала Никогда не обращала Внимания То есть Вывод какой Нужно быть умной Страшной С хорошими манерами И мужем Который тебе изменил Ты его послала И живешь своей жизнью Главное иметь мозг Силу воли И чувство самоуважения Вот А все остальное Это уже опционально А денег у нее тоже много было Да Все время Да Ну у нее был богатый муж Как бы она могла не работать Это считалось нормой Были ли у нее враги Которые ей противодействовали Вот в том же например Ну как сейчас уже Можно сказать Феминизме Завистницей Которую она продвигала Да Не завистница Скорее среди мужей Мужчина Противодействие Она получала У всех есть враги Во-первых Вся республиканская партия Даже вас Серафима Ну Я слава богу С ними не знакома Но наверняка Где-нибудь есть Мало ли кому Там когда-то на ногу Наступило Извините меня пожалуйста Да Вся республиканская партия Считала ее личным врагом Потому что она Оттягивала у них Голоса к демократам Это кстати Подхлестнуло Республиканцев Ну Выдвигать На Должность Кандидата В президенты Мужчину У которого Есть тоже Раскрученная В публичной сфере Супруга Знаете Я вот с тех пор Помню только одну Раскрученную супругу Жеклин Кеннеди И они все-таки Были демократами Республиканцы Гораздо более традиционно То есть у них всегда Жена на заднем плане То есть у Рейгана На заднем дворе У них это было Именно вот как Их традиционная фишка То есть А у нас жена Нормальная У нас жена Сидит дома И не мешает Как у Хрущева Это суп кашеварит Да ладно Нина Хрущева ездила В Голливуд За колготками В Америку ездила Эластичная В Америку ездила Забрасывала Букурузу Но одевалась-то Она в Шанели Пади Ой как она одевалась Это отдельная история Да кстати говоря Глупые вопросы Потому что Мода Дама Никогда не отличалась Вообще ни вкусом Ни какой-то элегантностью Когда ее как-то там Избрали По мнению Какого-то журнала Самой хорошо одетой Дамы США Она очень долго удивлялась Ну нельзя же так Денью любить А как может Контрастировать Шикарные манеры Которые даются Воспитанием Да И при этом Необразованность В плане подачи себя Внешне в целом Вы знаете Когда ее учили Подавать себя Мода была Мягко говоря Другая Консервативная Ну юбки Классично Она не перестроилась Модерн Не перестроилась У вас корсет Длинная юбка И так далее И 30-е годы У вас Сергей корсет Серебряный век И железный Да И тогда У каждой порядочной Болодой дамы Был собственный портной Который ее обшивал Во свой вкус Как бы А тут Ей нужно было одеваться Уже более демократично И кстати Это все сыграло ей на руку Потому что Если бы она в военные годы Или в годы Великой депрессии Ходила бы в Шанели Ее бы никто не понял А тут она выходит В нормальном Таком обычном Платье В бешеный цветочек И все американские Домохозяйки Понимают Что она Собственно такая же Как они Своя Да И они начинают Ее еще больше Любить и поддерживать Так Шанель Во время войны И поднялась На всяких там Шестерных тканей Шанель во время войны Завните меня Во второй мировой войны Не работала Она закрыла свой дом Ну да Подживала С Валенбергом С кем? С Шелленбергом С Валенками С Валенками Это внутренняя промо На маяке Вот Серафима Значит Вы в целом Оцениваете Ее личность Как позитивную В истории Штатов Безусловно Одна из самых Позитивных личностей Вообще За всю историю До сих пор Любят американцы Очень Переплюнула Какая-нибудь Первая леди Впоследствии Жаклин По элегантности То есть Жаклин Это икона стиля Безусловно Но По влиятельности По любви народной Элеоноре нет равных Еще не скоро будет Ее Трумэн называл Первой леди мира И если чуть-чуть Забежать Может быть Вперед И в историческом плане И в сегодняшнем разговоре Какое в целом Как вам кажется Отношение К сегодняшней Первой леди Америки В Штатах К Мишель В целом Хорошая А кстати Мишель очень во многом Похожа на Элеонору А внешне не очень Мода Загорела У них Обеих Рост метр восемьдесят Она была метр восемьдесят Ах вот это подробности А у Теодора У Франклина Поменьше Особенно когда он уже В колецке сидел инвалидный Там совсем Это было тонко Друзья мои Они обе огород развивали Там у белого дома Друзья мои Серафима Чеботарь У нас сегодня была в гостях Журналист писает Серафима Огромное спасибо И вам большое удовольствие Вас слушать Спасибо И не про Египет Ну что ж друзья мои Это было творчество Нашего инвалида В совместной работе С этими Амазонками С польскими художниками С польскими да Кинематографистами Вы знаете уже Традиционно Во вторник Мы после 10 утра По Москве Встречаемся здесь В студии С уважаемыми Докладчиками И Их руками Разбираем Исторические завалы И одну из Женщин Которая в истории Оставила след Берем И препарируем И сегодня у нас В гостях Ольга Владимировна Дмитриева Ольга Владимировна Доброе утро Ближе к микрофону Можно чуть-чуть поближе Не стесняйтесь Доктор исторических наук Профессор Исторического факультета МГУ И заместитель Генерального директора Музеев Московского Кремля Так что Наше Все целое уважение Да Ольга Владимировна И сегодняшняя наша тема Елизавета Первая Друзья мои Сразу вспоминается Наверное Какая-то может быть наша история Но нет Не наша Вот А английская Да И Ольга Владимировна Вот я знаю Рустам постеснялся Хотел спросить Вас Она ли Удавила Мария Стюарт Во-первых Казнила Казнила Безусловно Именно она Ольга Владимировна Чуть-чуть Ближе Можно вообще Наушники снять Чтобы они вас не смущали Да Можно Да Вот Отлично Давайте Да Да Ну Я думаю Это совсем не главное Если уж мы собрались Говорить о значимости Этой женщины В истории То Вообще Феминистский пафос Вашей программы Мне очень мил Но я бы сказала Что ее значение Выходит далеко За рамки Вот этой феминистской Постановки вопроса Потому что Если вы заметили То в последние десятилетия Вообще у нас очень много Каждый год появляются Фильмы о Елизавете Первой И Англичане В их опросах Когда речь идет О Тех исторических деятелях Которые для них Что-то значит И они сами считают Что это вот Герои национальной истории Ставят Елизавету В число трех Ведущих политиков Это Уинстон Черчилль Это Елизавета И герцог Веллингтон Да То есть Это женщина Которую действительно Оценивают Как одной из крупнейших Деятелей Даже не королева Виктория Нет Не королева Виктория Женщина Которой правила Сорок пять лет Которая пришла к власти В самых неблагоприятных Обстоятельствах И Оказалась Очень успешным политиком И вот даже тот факт Я могу вам задать вопрос Почему вы ее выбрали Да Может быть не зная Ничего особенного Про ее управление Но вы знаете почему-то Что это важный персонаж Да То есть Мы Даже мы сейчас Выбираем ее Как значимый персонаж Потому что Что-то нас Привлекает в этой личности Как Современной политикой Она выглядит И вот Мне кажется Это самое интересное Увидеть Как Женщина Умершая Четыреста лет назад Фактически Являет собой Пример Искушеннейшего Политика И дает нам Уже образцы Искусства власти И искусства Если хотите Пиара Которая вполне Сопоставима Современными Навернями Тогда Может быть Начнем Со самого Старта Да Самого старта На старте Для нее все Было очень плохо Она дочь Генриха восьмого Как вы знаете Дочь Тот самый который поссорил Англию с католической церковью Римом Да И соответственно Дочь от брака с Анной Болейн Которой значительная часть нации Не признавала законным В глазах Католиков Она бастард Сам Генрих крайне запутал Правила престола наследия Но в итоге Все его дети Рожденные от разных браков И его старшая дочь Мария И его сын Эдуард И Елизавета Были опять признаны законными И всем Было в общем предоставлено Право занять престол Если у их Сводных Братьев и сестер Значит не окажется наследников Таким образом А если вот пару слов Буквально про самого Генриха Он с вашей точки зрения Такой был сумасшедший Вот одержимый Почему он вот такой был Буйный На фоне остальных всех Вы знаете Как всякий политик Он правивший долго Он правил с 509 По 1547 Он сталкивался с массой проблем И характер с годами Портился Поэтому этот человек Очень волевой Такой Авторитарный И вот нарастание Этих качеств Приводило к тому Что он действительно Начинал избавляться От всех кто его разочаровывал Физически Физически в том числе Он казнил очень многих Кто не признавал Его авторитет Как нового главы церкви И жестокость его нарастала Причем вот сейчас В целом ряде исследований Идет речь о том Что видимо у него Прогрессировал диабет К концу жизни И это делало Вот эти приступы гнева Абсолютно неуправляемыми Так что это опасный отец Который кстати Вполне мог И собственных детей Признав их Скажем Государственными изменниками Отправить на плаху Такая опасность Угрожала Марии Его старшей дочери На определенном этапе Вот И он расправлялся Как известно С женами Которые его разочаровали Поэтому да Елизавета Когда еще росла Она видела Вот этот целый ряд казней В том числе Ее матери собственно Она знала о ней конечно Она знала о казни Екатерины Говард И я думаю У нее с раннего детства Начинает формироваться Представление Что вообще Брак дело опасное Особенно вот На высших эшелонах Этого Политического олимпа Надо быть очень осторожной Отдавая как бы Свою судьбу Руки мужчин Будь то отец Муж там И кто угодно Регент А каким был он С ней Генрих Вот с дочерью Он ей не очень интересовался Он был разочарован тем Что она родилась девочкой Вот это кстати Один из мотивов О которых стоит говорить Вообще Принцесса И будущая государыня Женщина Это изначально фактор Крайне негативный В средневековом Обществе И в обществе эпохи Ренессанса Потому что Правление женщины Воспринимается Как аномалия Вот Женщина Вообще В христианской Теологии Это сосуд греха Она слаба Она погубительница И если ее выносят На вершину политическую Это не должно быть надолго Да Ее кто-то должен контролировать Либо брат Либо муж Либо регент Если она одна Это крайне опасно А юридически не было запретов На то чтобы женщина Установилась Теоретически нет Если такую волю Высказал Предшественник То в общем Лояльно настроенное Население Принимала такой выбор Но Полагала Что скоро-скоро Она женится Конечно же И все Войдет в нормальное русло При этом Повторяю Половина ее Подданных Не считает Что она законная Вообще Она дитя бастарда Когда она Восходит на престол Волю судеб То ей Нужно Очень искусно Выстроить Диалог Со своими подданными Таким образом Чтобы во-первых Убедить Что она будет Прекрасной правительницей Она будет Прекрасной правительницей Для всех Вне зависимости От того протестанта Они или католики Это очень важно Для нее И ей надо найти Вот такие формы Диалога Которые И сейчас-то Не каждому Политику Легко Обрести Да А мы имеем Со временем Когда в общем Системы Массовой коммуникации В развитом В развитом виде Нет Друзья мои Сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Дмитриева Доктор исторической наук И профессор Исторического факультета МГУ И замгенерального директора Музеев Московского Кремля Мы сегодня Елизавете Первой Говорим о английской королеве Ольга Владимировна Но сегодня Ну как бы В разных странах В разной степени Политики Как бы от народа Типа зависимы Их выбирают Или нет А тогда-то Ну какое Что слушать чернь Что она там думает От которой ты независим Ты зависишь Потому что Она может восстать Да В стране Все-таки Религиозный Водораздел Проходит По этим самым Подданным И часть подданных Может сказать Она незаконно рожденная Они могут взяться За оружие И свергнуть ее власть Поэтому От того Как ты себя ведешь Зависит много Они налогоплательщики В Англии Действует парламент И государь Периодически Высобирает И просит налогов Вот То есть Правитель Всегда зависит Всегда зависит А все-таки Дочерей-то Вернее детей Да У Генриха Было не один человек Да Законных трое Как вот получилось Что именно Елизавета Взошла Когда он умер Он оставил власть Естественно Сыну Хотя он был младше всех Эдуарду Шестому Но Эдуард был очень слабый Утрак болезни Но он умер Точно сам? Сам у него был туберкулез костей К сожалению Затем На престол Взошла Мария Старшая из дочерей И когда она умирает Она выходит замуж За Филиппа II Испанского Кстати для Елизаветы Это тоже был негативный пример Потому что Мария вышла За иностранца За государя И англичане моментально За католика За католика Мария тоже была католичкой Естественно И соответственно Англичане Почувствовали себя Настороженными Уязвленными Они боялись Что сейчас придут Испанцы И захватят Все ведущие должности И страна потеряет Некую самостоятельность И в политике Она станет Охвостем Испанской Или Габсбургской империи И таким образом Для Елизаветы Это был аргумент Вот смотрите Когда королева Женится И отдает Страну Во власть Иностранцам А хорошо ли это Для народа Вот это был Один из ее Политических аргументов У Марии Не родилось Наследника Поэтому Филипп Который был консортом Он не мог стать Королем Англии И соответственно По завещанию Генриха Следующий На престол Входила Елизавета Протестантка Она сменила веру Опять на протестантскую Очень скоро И вот здесь Она стала нащупывать Вот этот Характер диалога С обществом Ей сколько лет было Когда она стала Она родилась В 1933 Зашла на престол В 1958 То есть чуть за 20 И По тем временам Это конечно Не совсем Юное существо Но очень молодое В нашем понимании И вот тут Она нашла Беспроигрышные Мотивы В своей пропаганде Заметьте Средств Массовой коммуникации Как я говорю нет Поэтому вот Все о чем мы говорим Она пытается Донести до народа Через публичные Какие-то появления Личные Через речи В парламенте Через процессии В которых она участвует Являясь народу И обращаясь к нему Она говорит Там в ходе Своей коронационной Процессии Но и конечно Вот единственный Пожалуй новый Механизм Который у нее Появлялся Это печать Поскольку в это время Уже довольно развита Книга печатания Текст этих речей Печатается И тиражируется То есть она уже Достаточно Может хорошо Полагаться На современные Методы информации Но они не развиты Конечно И вот она Выбирает два мотива Она как мать Отечества Она как человек Который Прежде всего Ставит Общественное благо Выше Всякого Другого Она будет Матерью И для католиков И для протестантов И сделает все Чтобы страну Не расколоть Не вернуть Гражданскую войну И этот мотив У нее отлился Потом в чеканную Такую формулу Которую она Все время Произносила У вас может быть Лучший государь Но у вас не будет Более любящего Государя Чем я И это льстило Очень Те кто ее слышал В первые годы Они были Восхищены тем Вот как она держалась Она В момент коронации Показала всем Кольцо 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 И сказала Что это Символическое Кольцо Ее обручение С нацией Народом На эту тему Есть масса Народных баллад Где рассказывается Что вот она Невеста Англии А кто ее Такой воспитал То есть вот Откуда взялись Такие способности Я думаю Чтение античных авторов Дело в том Что она была Очень хорошо образованной Ренессансной принцессой И поскольку В ту пору Истории Как дисциплины Не было Ее не преподавали Но исторический опыт Черпали Читая античных авторов Читая Тита Ливия Читая Цезаря Читая Цицерона И вообще Вот вся культура Политическая Того времени Связана с Обращением К античным Идеалам Образцам И вот Собственно Она понимает Что Она будет играть роль Кесаря Если хотите Да Отца отечества Она мать отечества И Вся вот ее риторика Это собственно риторика Я бы сказала Республиканского Рима Общественное благо Забота о подданных Я не буду облагать вас налогами Я сделаю все Чтобы вы меня любили Я буду разумно управлять И так далее И так далее Это все идет оттуда От идеальных правителей От образа Цезаря От образа других Успешных Политиков Это как-то повлияло Сразу вот На экономику Потому что Если я не буду Облагать тебя налогами То на что содержать Вначале Она действительно Пыталась удержаться В конце И уже это не удается Но вообще Она была очень Аккуратна В расходах своих И я бы сказала так Она абсолютно Не расточительна Вот поставить Ей в упрек Использование Скажем Государственных Каких-то ресурсов Которые бы Расточались Безумно Этого нет И она была Очень рачительная Хозяйка Достаточно сказать Что именно при ней В английской экономике Зарождается масса Необходимого И полезного Например Компании По разработке Минеральных ресурсов Торговые компании Она поддерживает То есть она Вот Как женщина Которая смыслит В управлении хозяйством Менеджер Она прекрасно Понимала Что экономикой Надо управлять И в интересах Как раз И национального Производства И национальных Купеческих корпораций Другой вопрос Что всегда были Недовольные И ущемленные Но она Проявила себя Очень здравым Протекционистом Как бы мы сейчас Сказали И В общем Основные достижения Английской экономики И торговой экспансии В это время Достигнуты В значительной степени Благодаря ее Здравому управлению Ольга Владимировна А вы сказали Что она стала Матерью Нации Причем Находящейся На грани Раскола Католики Протестанты И совсем Свежо же Был этот Переход Официальной власти В англиканство Вот А в чем была Потребность народа В англиканской Вот этой Версии Католичества Да Христианства В чем Ну ладно Король перекрасился Ну и ладно Ну и пусть он делает Что хочет А ведь люди приняли Да Почему Знаете Когда она взошла На престол Все-таки Большая часть нации Католиков было много Было много равнодушных Но Большая часть нации Все-таки склонялась К протестантизму Ну это серьезный Это отдельный вопрос Но я бы сказала так Реформированная церковь И реформированная религия Видимо в большей степени Отвечали потребностям Людей 16 века Потому что Реформационная церковь Нацеливает скорее На постижение Сути веры Слова Да Чем на ритуалы Пусть очень пышные Очень красивые И поскольку это время Ну Прогресса грамотности Люди читают Люди хотят читать Библию Хотят читать на своем языке Постигать ее Да И протестантская вера В большей степени Если совсем Простить это все Предлагает им Сосредоточиться На сути Библейского учения А не на формальных ритуалах И часть этих ритуалов Вообще упраздняется Церковь становится проще Строже Но Люди Чувствуют себя Уверенней Полагая Что вот они Спасут свою душу Потому что Они наконец Прикоснулись К сути веры А не к внешним Обрядам А правда ли Что Вот некоторые говорят Не знаю Насколько специалисты Что вот Переход от католичества К протестантизму Да Может быть Германии там К лютеранству Помог именно В плане становления Бизнеса Капитализма То есть Оправдание То есть Не Как скажем так Не Уничижение богатства Не Обеление его Да Как бы То есть Уход от греховности Сверх доходов Да Это связь есть Сознание людей Да Протестантское Вероисповедование Оно Более импонирует Активным Вот этим слоям Потому что Это связано с учением Кальвинизма Потому что Кальвин считает Что преуспеяние В этой жизни Это признак Избранности Ты Получив свое призвание Жизненное Должен Упорно работать И если ты Вознагражден успехом Это знак Божественной избранности То есть Вот здесь Момент Оправдания Богатства Но не стяжательства То есть На тебя свыше Возложена надежда А ты оправдал Если ты хорошо Действуешь В своей сфере Значит Ты Избранный Угоден Богу Вот это Вот связь Между протестантизмом Этикой И вот Скажем Предпринимательством Ранее Но если вернуться К Евизовете То Помимо вот этих Вот гражданских Ценностей И разумного Управления Она Прозглашает Еще один Принцип Что она Останется Не замужней Она останется Королевой Девственницей Это как же Вот Ну это собственно У нее же кольцо Она же Она же Замужем За Англию И это был Кстати сказать Не обязательно Однозначный ход С точки зрения Христианской доктрины Вообще Это идеальная роль Для женщины Оставаться Девственницей Да Еще лучше Монахиней Но государственной Не может быть Монахиней Значит Она провозглашает Свою чистоту И девственность Как свой идеал Но она еще Оправдывает его Политически Она говорит Смотрите Как опасно Отдать страну Иностранцу А государственная Должна выбирать Либо среди своих подданных Ровню Ровню Либо среди иностранных Государей Она говорит Вы уже видели Как это было При моей сестре Я не хочу этого А среди ровни А какая выгода Нации Если я возвышу Кого-то из своих подданных Да То есть Это не престижно Это не дает Там новых земель Доходов То есть Это Не привлекательно И она пытается Показать Что это Самая лучшая роль Для нее При этом Далеко не все В восторге От этого Особенно в первые Десятилетия Управления Все Политическое окружение Парламент Все хотели Чтобы она вышла замуж Да Друзья мои Сегодня Сегодня с Ольгой Владимировной Дмитриевой Ну зачем Что так грубо Доктором Исторических наук Мы говорим Об Елизавете Первой Одной из трех Самых Таких Любимых Правителей Великобритании Англии После новостей Новостей спорта Продолжим Друзья мои Сейчас буквально Через полминутки Вернемся К Елизавете Первой Одной из самых Любимых Или Популярных Правильно Популярных Королев Англии Друзья мои Маленький анонс По нашим с вами Текущим делам В субботу Съемка финальных Частей Студии Нашего проекта На канале Россия 2 Большой тест-драйв Вы уже знаете Как это было Месяц назад Вы приезжали С семьями С автомобилями С детьми С едой С чаем Был чай Сухари И что с собой Кто взял Поэтому приглашаем вас Снова Принять участие Это вот финальный Набор Сет Студий Для завершающих Серий Очередного Третьего сезона Большого тест-драйва В субботу Днем В 12.00 Если есть желание Побыть с нами На морозе Пожалуйста Пишите На адрес PR Собачка Батадрайв Точка ру Мы вас ждем Все действие Будет происходить В районе Ходынского поля Да Батадрайв Точка ру Это сайт А электронный адрес PR Собачка Батадрайв Точка ру Пишите И приезжайте Итак Друзья мои Проект 8 марта Биографии Знаменитых женщин Елизавета I Сегодня наша героиня И Ольга Владимировна Дмитриев У нас в гостях Еще раз Ольга Владимировна Доброе утро Доброе утро Доктор исторических наук Профессор исторического факультета МГУ И замгенерального директора Музеев Московского Кремля Мы уже Поговорили о том Что Елизавета Решила быть Королевой Девой Да Или девственницей И что на эту мысль Наверное Ее еще в юном возрасте Натолкнул Деспот папаша Который расправлялся С женами И это страшило Да Девочку маленькую А как же быть с наследниками Тоже хороший вопрос Да Его задавали Представители политической элиты Это было уязвимое место Ее конечно Потому что проблема Престола наследия Оставалась неурегулированной Значит что она должна была Назначить кого-то Или из ближайших родственников Или из своих подданных И вот здесь Потенциально крылась угроза Конечно конфликта Борьбы какой-то Но она пока говорила Что я еще молода Я возможно еще и вступлю в брак И таким образом Она в общем Оттягивала время всячески Причем она использовала Вот это свое безбрачие Как карту во внешней политической игре Потому что никто не верил Что ее безбрачие продлится долго И она активно весьма играла На международной арене С массой претендентов Причем в основном Эти претенденты были католики Это был и Филипп второй муж И ее сестры Это были Эрцгерцоги австрийские Это был там Принц Савойский И в этом был смысл Потому что пока не надеялись Стать потенциально супругом Английской королевы Она была защищена От католической угрозы От вторжения извне При этом она заигрывала И с протестантами И в общем на ее руку Даже говорят Претендовала Иван Грозный То есть вот такая большая Вариация Всяких претендентов Она обеспечивала ей стабильность На международной арене А во внутренней жизни Она неожиданно Вот эту свою уязвимость Превратила в тоже Козырь свой Потому что она В категориях Опять же тогдашней рыцарской культуры Превратилась в единственную Прекрасную даму И при дворе начинает формироваться То, что в полной мере Можно назвать культ королевы Опять же Она девственна Она недоступна И она стимулирует соперничество Между огромным количеством Амбициозных политиков Придворных Аристократов Которые Какова же награда Начинают служить ей То есть все Вовлекается в такую Изысканную игру Многие из этих В общем Очень незаурядных Личностей Декларируют Свою влюбленность Но Понятно для многих Что это игра Да Но Вот Желание занять место Хотя бы Официального фаворита Оно порождает Соперничество Которое Порой Очень плодотворно Вот например Оно Очень хорошо влияет На развитие культуры Придворной Потому что Эти люди Понимают Что они имеют дело С незаурядной женщиной Чрезвычайно высокообразованной Она интеллектуалка Она говорит Там на шести языках Она приближает К себе людей Которые ей интересны То есть надо быть Чрезвычайно образованным Человеком Талантливым И среди тех Кто В разные годы Вот числятся В ее ближайшем окружении Очень даровитые люди Ну Граф Лейстер Который всегда считался Ее любимцем И Мы никогда не скажем На самом деле Была ли у них связь Или нет Но это даже и не важно Это герой Который За нее Обнажает меч Там на полях войны За протестантское дело Следующий Ее Такой тоже Официальный Как бы фаворит Молодой граф Эссекс Тоже военный Тоже герой Его называют Сцепионом Англии Он воюет на морях Он Там Покоряет Лиссабон для нее И так далее И так далее Олтер Рейли Да Знаменитейший Мореплаватель Философ Поэт Который слагает стихи Все дарят ей Поэмы Все посвящают ей Какие-то латинские Оды То есть это Это время Высочайшей культуры Когда Чтобы польстить Королеве Надо сочинить Латинскую Оду Или гороскоп В стихах Или цикл Сонетов Там на 180 стров И вот Очень интересно Что в придворной культуре Формируется Целая цепь образов Прославляющих королеву Как вот Античную Богиню Или античную героиню Ее воспевают Как амазонку Ее воспевают Как Диану Это главная Ее ипостась В придворной поэзии Литературе Диана девственна В отличие от Венеры Она Целомудрена Она охотница И образ Дианы Начинает сливаться С образом Такой знаете Охотницы Покровительницы Вот этого острова Англия Как Чудесный Цветущий сад Остров С этими там Полями Лугами Овечками Оленями И вот она царит Над этим островом Как Охотница Воительница Всадница И так далее Но у Дианы Есть еще одна ипостась Диану считают Лунной богиней Одна из ее ипостасей Это Цинтия Богиня Луны И вот Этим образом Связывают Тему Подъема Морского Могущества Англии Королева Как Цинтия Как бы царит Над морями Над приливами Над флотом И вот В этих образах Как бы Оправдывается Опять же Ее одиночество Ее Эта самая девственность Которая является Ключевой ее темой Вообще Поскольку Это время Рыцарской культуры Поздняя Да это осень Куртуазной культуры То форма поклонения И форма соперничества Приобретают Очень такие Интересные Вариации Например 17 ноября Все английское Дворянство Приносит Оммаж Королеве В виде Такого Грандиознейшего Рыцарского Турнира Ее Это день Восшествия На престол И соответственно Вот лучшие Рыцари Англии Сражаются На турнире Насмерть Нет Это скорее Театрализованное Спортивное Представление Но сама схватка Занимает Очень немного Времени А вот Выходы Торжественные На арену Каждого Из этих Аристократов Сопровождать Свитом От 40 До 200 Человек Они Заказывают Из искреннейшую Всякую Бутафорию Они могут Выйти На слоне Верхом Или на Верблюдах Их сопровождают Какие-то Фавны Сатиры Косматые Лесные Люди То есть Это театр Театр Это синтез искусств И смысл его Вославить Королеву солнца Вот она Их солнце И в этом В этом качестве Она тоже Прославляется Вот этими Протестантскими Рыцарями Готовыми И служить Они очень часто Кстати сказать Нанимают Для вот этих Услуг Для составления Литераторов Да Литераторов И этими Литературными Неграми Были такие люди Как Фрэнсис Бэкон Секретарь Графа Эссекса В ту пору Такими неграми Могли быть Спенсер Один из лучших Поэтов Вообще Каждый Из этих Вот ее Приближенных Аристократов Обычно Полагался Не только На свои таланты Но еще На Эти перья Нанятые И соответственно В значительной мере Мы обязаны Расцветом Английской литературы 16 века А этот период Оценивается Как золотой век Английской литературы Поэзии Театра Золотой век Сонета Английского Мы обязаны Вот Тому Вдохновляющему Импульсу Которые Исходят От королевы Потому что Она стимулирует Это творчество И это соперничество Ну и если уж Отойти от темы Соперничества Она сама по себе Как женщина Интеллектуального Склада Она очень любит Литературу Она читает На французском И пишет Стихи на французском И даже Философские поэмы Пишет на французском Она читает Итальянскую литературу И вот это создает Тоже определенный Пример И При ее дворе Играют Бесконечно Актеры Шекспир И его трупа То есть Это вот такой Очень Бурлящий Бульон Такой культурной Жизни Который Дает нам Результат В виде Блистательного Театра Блистательной Поэзии И Не случайно Шекспир Когда она умирает Говорит о ней О том Что весь мир Тебя оплачет Лилия Роза Ушедшая от нас Символы девственности Опять же Феникс Уникальная женщина Сойдешь ты В могилу И весь мир Тебя оплачет Ольга Владимировна Но Тем не менее Вы Упомянули Что в конце Ее царствования Были проблемы С экономикой Да И были ли Вообще И нельзя упускать Из виду Что с Марией Стюарт Она все таки Расправилась И насколько она была В каких-то вопросах Политических Ну Жесткой И во внутренней Перополитике И были ли у нее враги И вообще Много ли на ней крови Потому что в те времена Это было нормальным явлением Не так много Как могло быть В те времена Это действительно К сожалению Нормальное явление Я бы сказала Что как раз Вот наличие Внешних Неких факторов Это И было причиной Некоторых Ее Серьезных проблем Потому что Она Как раз Очень Очень Дипломатично Она Около 10 лет Удерживала страну От религиозного Раскола И опасность Пришла извне Дело в том Что в Шотландии Восстали протестанты Против католички Марии Она Перешла Границу Как беженка Пришла в Англию И Стала Объектом Притяжения Для католиков Английских То есть Она стала Создавать Угрозу И безопасности Протестантского Режима И вот здесь Очень интересно Что Елизавета Сколько могла Отстаивала Жизнь Марии Она Крайне Не хотела Ни в коем случае Посягнуть на жизнь Помазанец Она понимала Что Нельзя просто так Казнить Того Кого она считала Божьим помазанником Ее кузином Это была В значительной мере Воля нации Ее около 15 лет Парламент Уговаривал Покончить С Марией Стюарт Мария при этом Была в заточении Мария была в заточении Взаимно Это известная история Можно обратиться К Свейгу К Шиллеру Просто к Историям Мария Достаточно активно Интриговалась С дворянством Католическим Североанглийского С иностранными Государями Папа Король Франции Король Испании Все Желали видеть Ее на престоле У Елизаветы Нет детей Мария Ее кузина Имеет права По крови На этот престол И всем было Очень удобно Если бы вдруг Елизавета умерла Почему бы не Восвести Марию Но нация Политическая Все это дворянство Протестантское Но это очень боялось Потому что Приход католички Это значит Конфискация земель Это Религиозные преследования И Вот Примерно До тысячи Десять лет Где-то До 1586 Года Все были Недовольны тем Что Елизавета Тянет Она не хотела Казнить кузину В конце концов Она поняла Что это целесообразно Разведка Сымитировала заговор Который Вовлекли Марию Так поделась Да Мария была совершенно Она знала Что она делала И возник повод Ее казнить Как государственную преступницу И Елизавета Вот здесь Не без трепета Но подписала К восторгу нации Как только стало известно Что приговор объявлен Зажглись костры Фейерверки И все Ликовали Да Потому что Расценивали это Как целесообразный Очень ход Так что Это вынуждено Сегодня Биография Елизаветы Первой Английской королевы Ольга Владимировна Дмитриева У нас сегодня В гостях Доктор исторических наук И профессора Исторического факультета МГУ Ольга Владимировна У нее самой Все-таки оставалось У Елизаветы Раскаяние За то Что она Умершвила Родственницу Она Очень Сожалела Об этом И я думаю Конечно Она переживала Но это было необходимо И повторяю Нация поддерживала Это решение Вынудила Собственно Армаду Вот здесь Начинается Эйфория Потому что Победа Означает Что королева Выдержала Это все Да Нация Под ее Предводительством Одержала победу Она Богоизбранная И вот здесь Культ Приобретает Уже Знаете Не такие Вот Придворно Антикизированные Формы Туда Начинает Проникать Очень мощно Христианский Символизм Да Значит Она Богоданная Правительница Ее начинают Сравнивать С Девой Марией Новой Которая спасает Англию Ее называют Там Частливым Талисманом Нации И в ее Вот этой Пропаганде О которой Мы с вами Говорили Очень умелой Пропаганде Начинают Появляться Мотивы Уже Связанные С ее Божественностью Но не на Античный Манер А Это Христианские Мотивы Христианский Символизм Ее Уподобляют Христу В Жертвенности Да Его И вот Это Очень явственно Прослеживается На ее Портретах Программных А ее Портреты Тоже Становятся Инструментом Пропаганды Потому что Их Тиражирует Гравюра Здесь мы Тоже Можем Вернуться К проблеме Новых Средств Пропаганды Гравюра Дешевая Она Тиражирует Образы Королева Вот в чем Тоже ее Современность Она Понимает Как важно Контролировать Какие образы Циркулируют Она Очень внимательно Следит И дает Разрешение На тот или иной Портрет Гравировки Некая цензура Некая цензура Да Но в результате Цензуры Появляется Масса образов Ее С пеликаном На груди Пеликан Символ Христа Да Пеликан Это символ Самопожертвования Потому что Согласно легенде Он вырывает Мясо Из своей груди Кровью своей Мясом Кормит Птенцов Чтобы их спасти И это символ Христа Очень привычный В христианской Иконографии Вот Елизавета Его апроприирует И начинает Все время Появляться С этим образом Да В виде подвески В виде символов На гравюрах Она появляется В образе Феникса Феникс Это еще один Символ Христа Да Умирающий Воскресающий Из пепла То есть Она Начинает Сакрализироваться В этой пропаганде И вырастает Уже в такую Фигуру Совершенно Мощную Да Она защитница Истинной веры Она защитница Нации И вот К концу ее правления Это уже такая Могучая фигура Которую Изображают Иногда Гигантской Стоящей Прямо на карте Страны Протягивающей Руку В сторону Ее новых Владений В Америке Это титанический Масштаб Конечно И вот Ее умение Играть С этим образом Очень интересно Один из ее Последних Поздних портретов Она изображена В виде такой Шарады Не очень понятно Роскошный костюм Затканный ушами Глазами И в руке Она Сияющая Она держит Радугу Там есть такой Скромный Девиз Не бывает Радуги без солнца То есть Она Колоссальная фигура Которая есть Само солнце То есть Она центр Вселенной Вот Вот Эти навыки Этот контроль За своим образом Сознательное его формирование Использование всех Возможных средств Для того Чтобы Нация Запомнила Как добрую Королеву Бесс Вот это Мне кажется Делает ее Нам Интересной Потому что Это действительно Современный Политик А взаимоотношения С русским царством При ней Очень активно Развиваются Контакты Между Россией Московией И тогдашней И Британией Собственно Они начались В 1553 году При ее брате Но Вот Выпало Вести Этот постоянный Дипломатический диалог И поддерживать его Именно Елизавете Она Достаточно долго Является партнером По международным отношениям Ивана Грозного Бориса Годунова И она делает все Для того Чтобы Придя на русский рынок Английские купцы Здесь Сохранили Свои привилегии Особых партнеров Постепенно Русские Тоже Занялись Протекционизмом И стали Тихонечко Изначальные Монополии Права англичан Сокращать Вот она Пыталась Всеми силами Сделать так Чтобы Этот диалог Не прервался И чтобы Английские привилегии Стимулировали Приход В Россию Английского купечества То есть Ее позиция С точки зрения Интересов Ее Национальных Торговых Кругов И производителей Абсолютно Безупречных Ольга Рисуется портрет Женщины Которая Всю себя положила На алтарь У нее было время Для развлечений Как личность Она чем жила Вообще Она была красивой Для своего времени Внешне Многие называли Ее красивой Думаю В молодости Она была очень спортивная Она была великолепная Всадница Она неутомимая Стрелок из лука Охотница То есть Это Сильный Такой Человек Достаточно красивой С годами Красота Стала уходить Потому что Ну в ту пору Вообще Возраст быстрее Брал свое Чем сейчас И она любила Сладкое И поэтому Быстро потеряла Зубы Носила рыжий Парик Но Вот Опять же В ее культе Художники Выработали Своего рода Маску Вечной молодости Когда она уже была Конечно Не молода И не привлекательна Все равно Образ ее Тиражировался Как такая Прекрасная Богиня любви И красоты Это тоже Вот Искусство пропаганды Определенной Вот Но я думаю Она действительно Могла вдохновлять И привлекать Всерьез И Никто не может Сказать Была ли она Лишена Радости Любви На самом деле Она была Человек С таких Сильных чувств И думаю Что это чувство Было ей Вполне Знакомо Но Тем не менее Вот ее Политическая Роль И как Решился вопрос Тогда уже С тем Кто будет Следующим Да Она выбрала Очень разумно Она пошла По пути Родственных Связей И В данном Случае Это был Сын Марии Стюарт В воспитанной Протестантском Духе Когда Мария Убежала Из Шотландии То Им занялись Да Регинский Совет Составленный Из протестантских Шотландских Аристократов Они его Воспитали В духе Протестантизма Он всегда Считал себя Племянником Елизаветы И Соответственно Она выбрала Его Из Спектра Людей Которые Могли По крови Претендовать Она выбрала Самого Прямого Претендента Который Имел На это Право Таким Образом Создалась Возможность Уни Шотландии На нем Отдохнула Англия От Этих Театров Искусство Нет Все продолжилось Он тоже Очень образованный Человек Очень ученый И как раз При нем Искусство Театра Литературы Поэзии Продолжает Развиваться Вообще И он И Карл I Вот эту линию Развития Ренессансного Двора и культуры Блестяще Продолжают Да Спасибо Ольга Владимировна Огромное вам спасибо От наших слушателей Да Друзья мои Ольга Владимировна Дмитриева Была у нас сегодня В гостях Доктор исторических наук Профессор исторического факультета МГУ И замгенерального директора Музеев Московского Кремля Ольга Владимировна Огромное спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...